В эфире информационная программа новости губернии. Здравствуйте! В студии Татьяна Потоцкая и Руслана Шуков. И сначала коротко о главных темах выпуска. Безвозмездно, то есть даром, как пережили на Самарской станции переливание крови первую неделю по новому закону о бесплатном донорстве. И не перевелись ли еще альтруисты? Все за и против, выслушали наши корреспонденты. Сократили очередь в высоклах здания садика, спустя 40 лет вернули детям. О новых технологиях воспитания и старых проблемах дошкольного образования в нашем выпуске. Из Версаля с любовью и с исключительно научным интересом. Что ищет в Тольятти французский архитектор? Мы узнали. Петр Монастырский, театральный режиссер и экс-художественный руководитель Самарского театра драмы, доставлен в реанимацию окружного военного госпиталя. Хотя еще накануне он принимал участие в подготовке своего творческого вечера, который должен был состояться 7 февраля. У него с сердцем аритмия и сейчас вот сделали рентген, не помню право или его, значит, воспаление легких. Ну, в общем, мы отменили вечер. Нет, полностью его была инициатива. Мы напечатали афиши, все сделали. Но он сказал, что он своими силами, его ученики. Петру Монастырскому 97 лет. После учебы в ГИТИСе работал в театрах Воронежа, Ярославля, Ворошиловграда, Красноярска, Новосибирска. Самарской драме он посвятил около 30 лет. Сначала был режиссером, потом художественным руководителем. За это время поставил около 200 спектаклей. К другим темам. 44 долгостроя в регионе сдадут в этом году. Данные приводит областная прокуратура. Оставшиеся обманутые дольщики смогут справить новоселье в 2014-м. Тогда введут в эксплуатацию последние 11 проблемных домов. Напомним, благодаря поддержке правительства Самарской области в минувшем году въехать в свои квартиры смогли тысячи людей. Однако к недобросовестным застройщикам остается немало претензий. Правда, не все из них предстают перед судом. В прошлом году рассмотрено только 4 из 16 уголовных дел, связанных с обманом соинвесторов. Весь декабрь и январь дела все изучили, которые находятся в производстве. Дали определенную оценку следственным органам. Определили, что есть и факты волокиты, и грубого нарушения процессуального законодательства. Дали оценку нашим прокурорам, которые за этими делами надзирают. И поставили определенные сроки. Где-то в феврале месяце уже некоторые дела будут направлены в суд. На брифинге прокуратуры привели и другие цифры. Сфера ЖКХ лидирует по количеству нарушений. Антирейтинг возглавили миллиардные долги управляющих компаний перед энергетиками, передел домов и качество услуг, которые вызывают много вопросов не только у жильцов, но и у силовиков. В отношении нерадивых коммунальщиков в минувшем году возбудили 45 уголовных дел. Полицейские продолжают расследование дела о поддельных квитанциях, собирают доказательства и уже вскоре материалы отправят в суд. Напомним, осенью прошлого года жители нескольких районов Самары получили фальшивые бланки на оплату услуг ЖКХ. Отличить от настоящих их было сложно. Как минимум 48 человек попались на уловку мошенника. Он уже дает показания. Силовики просят всех потерпевших обратиться с заявлением. Подозреваемый готов компенсировать нанесенный ущерб. Позвоните по телефону 278-10-43. Следователь Елена Александровна. В производстве данного следователя находится это уголовное дело. Пожалуйста, если гражданин обращается к следователю, то использует правовое поле, будет рассматриваться вопрос о возмещении ущерб, даже для гражданина. Причем человек изъявил желание возместить этот ущерб. Но сами понимаете, если добровольно с мешком денег он будет ходить по Самаре, раздавать эти деньги и средства, это не совсем правильно. Всего, по версии следствия, подозреваемый напечатал 400 тысяч поддельных квитанций, а распространить успел 30 тысяч экземпляров. С 1 марта платить за газ жителям региона придется больше. Сэкономить смогут те, в чьих домах установлены счетчики. Тысячи кубометров обойдется в таком случае в 3840 рублей. Для тех же, кто платит по нормативу и менять своих привычек не намерен, стоимость составит 7120 рублей. Повышение тарифов связано с ростом оптовой цены на голубое топливо. В коммунальной арифметике разбиралась Алена Алешина. Счетчик газа – это не только учет энергоресурсов, но и хороший стимул для их экономии. В этом убедилась Галина Назарова. Платить по нормативам для семьи из двух человек стало накладно. Мы на той квартире жили, у нас еще колонка была. Мы за двоих платили 360 рублей. Это очень дорого. А у меня вот у сестры счетчик. Она говорит, мы в месяц где-то рублей 30 платим. Но мы решили, что это очень выгодно. Оценить преимущества пока решаются немногие. Приборы учета ставят в основном в частных домах и квартирах с газовыми колонками. Однако очередное повышение цены на голубое топливо – повод задуматься, стоит ли платить больше. Тариф по счетчику с 1 марта составит 3 рубля 84 копейки за кубометр газа. Тормотив обойдется почти в два раза дороже – 7 рублей 12 копеек. Рост тарифов мера вынуждена. При прежних расценках газовики терпели убытки. Оптовая газпромовская цена 4,027, а населению газ по счетчикам мы продавали по 3,200. И компания с каждого кубического метра, более 800 рублей, несла убытки. Чтобы убрать этот перекос, правительство Самарской области приняло решение изменить цену на газ по счетчикам на 20%, по нормам на 10%. Но в общем это не сильно ударит по населению. В принципе, может быть там на 20-30 рублей увеличение платежей с 1 марта. Всем, кто получает льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг, беспокоиться не стоит. С учетом повышения цен на газ увеличат и размер господдержки. Дорожать с голубое топливо в этом году больше не будет, заверили в Минэнерго. Кроме того, новые тарифы на газ в регионе останутся ниже, чем в соседних Татарстане, Башкирии и Нижегородской области. Алена Алешина, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. В Сызрине решаются вопросы возбуждения уголовного дела из-за некачественного дорожного ремонта. Подрядчики получили 3 миллиона рублей, но асфальт положили дешевый, толщиной почти в два раза меньше, чем требуется. Тогда как о некачественном ремонте дорог должны забыть, уверены в региональном Минтрансе. Научат строить на годы, а не на сезон. Дорогами регионы заинтересовались зарубежные компании. Финны заявляют о готовности возвести асфальтоукладочный завод. Сейчас ведут переговоры, а немцы приглашают на стажировку. О новейших технологиях и российских реалиях в нашем материале. Не пройти и не проехать. Из всех муниципальных дорог хуже всего дела обстоят в Самаре. В целом же, по данным областного Минтранса, за прошлый год 8 из 10 подрядчиков уличили в некачественной работе. И заставили все переделывать. О такой практике в регионе должны забыть, как и о сезонном ямочном ремонте. Планомерно будем недоремонт сводить к нулю и дороги ремонтировать. Когда недоремонт будет сведен к нулю, потом предстоит только нам содержать эти дороги. И если и ремонт, то ремонт по гарантии. Менять подрядчиков не имеет смысла. Рынок подрядных работ, рынок дорожных работ на территории Самарской области сложился. Мы будем просто понуждать подрядчиков, не призывать. Мы призывать их не собираемся. Мы будем понуждать, соблюдать технологии, соблюдать ГОСТа и СНИПа. О новейших технологиях отечественным коллегам рассказывают представители зарубежных компаний. Те, в свою очередь, удивляются. Все это давно используют. Есть нюанс. Евростандарты нужно прежде адаптировать к российским реалиям. Если все сделано по технологии, если все сделано так, как должно быть, то есть, многие новые технологии дают буквально в два раза увеличение срока службы дорожного полотна. Но это при условии, если все сделано так, как нужно. Экономить на дорожном строительстве в регионе не будут. В этом году на это направят 17 миллиардов рублей, большая часть денег из областного бюджета. А с подрядчиков спросят строго. Впереди подготовка к чемпионату мира 2018. В планах сразу несколько крупных проектов. В том числе мост через Волгу в районе села Климовка. Он должен разгрузить трассу через Жигулевскую ГЭС. Строить новые объекты доверят только профессионалам с безупречной репутацией. Татьяна Потуцкая, Андрей Кривопалов. Новости губерния. Не за деньги, а по зову сердца. Отныне доноры в нашей стране в почете, но исключительно на общественных началах. Денежные вознаграждения отменили. Зато всех альтруистов обещают обеспечить бесплатным обедом. Доплачивать же будут только за редкую группу крови. Как на Самарской областной станции приливание крови пережили первую неделю. По новому закону и хватает ли добровольцев, выясняла Татьяна Пудова. На станцию переливание крови первый раз он пришел с любопытства. И вот уже 4 года сдает кровь. Константин Жибуртович говорит, по звонку из регистратуры приедет в любом случае. Но считает, из-за отмены денежного вознаграждения дефицит доноров станет еще острее. Принятие этого закона, мне кажется, это явно непродуманная вещь. Потому что принимая любой закон, депутаты должны как-то маломальски просчитывать последствия. В данном случае я этого просто не вижу. Денежного вознаграждения лишаются не все доноры. Почетные сохраняют все годовые выплаты. Также плату будут получать доноры редких отрицательных групп крови и компонентов плазмы и тромбоцитов. Общее количество доноров в России около 2 миллионов человек. Из них платных около 8%. Дефицита могут опасаться регионы, которые привыкли рассчитывать только на таких. В Самарской области чаще всего сдают кровь по зову сердца, а не только за деньги. Но все равно в Минздраве продумывают все варианты, как привлечь добровольцев. В социальных сетях человек может, например, повесить такой зеленый флажок, что он донор. А раз донор, значит он не болеет никакими, что называется, заразными заболеваниями. Обсуждается вопрос о возможности целевой ипотеки для доноров молодых людей. Ты заботишься о своем здоровье, ты, с одной стороны, с другой стороны, ты как студент движешься, и через 5 лет у тебя бесплатная ипотека после завершения УЗА. Этот закон все-таки направлен на развитие безвозмездного донорства. Донорство, что называется, по зову сердца. Размер оплаты по платному донорству, это тоже плюс своего рода закона и приказа, вышедшего совсем недавно, он, размер этой оплаты определяется прожиточным минимумом от 8 до 45%. В Самарской области крови и препаратов хватает, уверяют в Минздраве. В планах увеличить объемы заготавливаемой крови в полтора-два раза. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Новости губерния. За помощью к медикам без предварительной записи смогли попасть жители поселка Георгиевка, а заодно получить консультации юристов и специалистов сразу нескольких областных ведомств в мобильных приемных. Так в регионе стартовал четвертый этап одноименного партийного проекта «Единая Россия». Из Кеннельского района репортаж Нины Ваниной. В коридоре яблоку негде упасть. Для многих сельчан приезд специалистов из области – возможность решить насущные проблемы. Каждое обращение попадет в федеральный реестр партии «Единая Россия». Там заявка не просто получит номер, проблема начнет решаться. Я вообще-то ветеран труда, я вдова чернобыльца. И у меня серьезная болезнь, тоже сейчас хроническая. Я никак не могу добиться путевку в санаторно-курортной лечении. С 2009 года женщина пытается выбить путевку. Очередь движется на несколько человек в год. Пенсионерку выслушивают и объясняют, что заявление оформить нужно иначе. А путевка женщине положена, как федеральному льготнику. Хорошо, подождите, ребенок в детский сад ходит, правильно я понимаю? Как же они по ипотеку-то так вытягивают? Прием ведут юристы, нотариусы, специалисты кадастровой палаты, налоговой, Росреестра и даже представители службы судебных приставов. В этот раз в Георгиевке консультируют представители областных министерств, труда, занятости и миграционной политики, и социально-демографической и семейной политики. А также медики. На прием к кардиологу, неврологу и хирургу. В этот день можно было попасть без записи. Мы рады, что наш партийный проект, площадка, в которой организует «Единая Россия», становится местом, где люди могут ликвидировать свою правовую неграмотность, получить практическую помощь, но и также получить помощь во всех сферах жизни. Партийный проект продолжается. Всего в рамках четвертого этапа он охватит 9 муниципалитетов области. Нина Ванин, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Кенельский район. В высоклах здания дошкольного учреждения спустя 40 лет вернули детям. Сократили очередь больше, чем наполовину. Уже созданы две группы, но прием малышей продолжается. Новые медицинские кабинеты, детские игровые площадки, спальные комнаты. Все оборудовано по современным стандартам. Реконструкцию сделали на деньги из областного бюджета. Задача, которая стоит сегодня, это за три года создать еще более 25 тысяч мест. Вы видите, что год только начался, а мы эту задачу уже постепенно начинаем решать. Перед европейскими гастролями в Самару государственный камерный хор Мордовия выступил в областном театре оперы и балета. Это первый концерт коллектива в столице губернии. Но точно не последние в рамках сотрудничества между Самарским регионом и Мордовией обещали «Приедут еще». Песня о главном на разных языках услышала Нина Ванина. Программа «Вечер» обещала произведения на разных языках – русском, мордовском и украинском. Открылся концерт гимном мордовского народа во славу тысячелетия объединения с народами российского государства. Этим же произведением хор откроет свою программу на фестивале «Русская весна-2013» во Франции, который пройдет уже в марте. Коллектив с 20-летней историей, лауреаты международных конкурсов, их ждут в Парижском соборе, консерватории, в российском посольстве. Французом «Р-2» споет и знаменитую песню «Родина слышит». С ней Юрий Гагарин летал в космос. Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года пел ее на орбите космического корабля «Восток». И вот мы хотим также, чтобы Европа услышала эту песню, любимую песню нашего космонавта, именно первого космонавта планеты. Очень много знаковых, больших мероприятий, которые состоялись в Саранске. И наша Самарская область активно участвовала. Мы вывозили наши лучшие творческие коллективы, которые выступали на различных концертных площадках Мордовии. И вот сегодня очень приятно, что такой красивый ответный визит делает Республика Мордовия у нас в Самарской губернии. Это только первые гастроли такого уровня в Самаре. Сотрудничество 13-го и 63-го региона в рамках культурного обмена продолжится. Нина Ванина, Александр Ерофеев, Новости губернии. Что для русского спальный район, то для француза архитектурная находка. Из Версаля с любовью к Тольятти. Ученый прибыл всего на 12 дней. Фибиен Белла готовится к международной выставке, посвященной Автограду. Она пройдет в Париже в следующем году. И пишет книгу о городе, точнее о его архитектурных особенностях. Об этом и не только рассказала в эксклюзивном интервью Ирина Трофимовой. Площадь славы в Тольятти. Здесь небольшой театр кукол. Напротив друг друга одинаковые здания. Городской мэрии и районной администрации. А через дорогу потрепанные временем жилые сталинки и хрущевки. Такого он еще никогда не видел. Французский архитектор Фибиен Белла. Историю России пытается прочитать по облику зданий одного города. Это все построено в очень экономичном стиле, что характеризует прошлой России. Например, вот это здание построено так, что в нем не предусмотрен лифт. Такого рода постройки говорят о том, что в городе не предполагается проживание большого количества людей. Если мы поедем в автозаводской район, там совсем другая картина. В одном городе для француза три истории. Несколько деревянных домов, которые удалось перенести из затопленного Ставрополя на Волге. Центральный район Тольятти. Его строили по канонам сталинского ампира. И, наконец, индустриальный автозаводский район. Именно его он изучает особо и приходит в восторг от темпов строительства. В 60-е и 70-е годы глобальной индустриализации и в России, и во Франции вырастали похожие промышленные города. Но масштабы и скорость не идут ни в какое сравнение. Город, построенный в теории. Так называет Тольятти известный архитектор. В архивном хранилище находят мало кому известные виды дворца культуры и техники ваза. Это вы знаете, это библиотека и концертный зал, но они упустили из внимания и не построили кинотеатр и башню, которая должна была служить офисом мэрии. Это здание 70-х годов. Когда-то крупнейший кинотеатр области на 1200 мест. Кинотеатр «Сатурн» сейчас переживает не лучшие времена. Для Фабьена Белла это еще один повод удивиться. Уникальное строение разрушается. История «Сатурна» очередная глава книги, которую француз напишет по итогам поездки. В сентябре прошлого года в наш город на конференцию по туризму был приглашен как раз Фабьен Белла в качестве эксперта по урбанистике, по истории архитектуры. И в ходе первого этого проекта возникла другая идея – организовать выставку «Атальяти» о том, как город строился за пределами нашего города. Книгу Фабьена Белла и выставку «Атальяти» впервые увидят жители Парижа следующей весной. Над проектом еще предстоит огромная работа. Сразу после изучения архивов в Автограде ученые отправятся в Санкт-Петербург, где также хранятся чертежи русского индустриального города с итальянским именем. Ирина Трофимова, Михаил Смирнов. Новости губернии Тольятти. И на этом у нас все новости. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Или удобный диван? Новый холодильник? А может, поездку на море? Кредиты без залога за 15 минут всего за 49 рублей в день. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7 100. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин